Ветераны наши, они относятся с большой радостью, с большим уважением к нашему руководству, которое сохранило независимость нашей страны и которое свято чтит те события, которые были связаны с Великой Отечественной войной и с последним восстановлением разрушенного хозяйства. А сейчас мы гордимся своей республикой, гордимся своим народом и гордимся руководством нашей страны и президентом, которые обеспечили вот такое большое уважение к нашей стране, со всех мирных республик. Вы непосредственно знакомы с трудностями жизни. Насколько было сложно в 90-х тех же самых восстанавливать страну? Ну, в 90-е, конечно, было сложно, потому что немножко другое. А вот после войны было сложнее. Вот, восстановить то разрушенное хозяйство, тем более у нас, когда было все это находиться в таком состоянии. Поэтому 90-е годы – это другое немножко направление, которое оставило в наших душах, как говорится, ну, беспокойную и тревожную обстановку. Ну, все повернулось так, что потихоньку все это наладилось, и мы с большим уважением относимся к руководству нашей страны, которое сохранило вот эту независимость нашей страны, которое обеспечило большое уважение, еще раз подчеркиваю, всего мира к нашей республике, к нашему народу. Мы в МИДе – это повод поговорить о геополитике, глазами ветеранов. То, что сейчас творится, происходит в мире – это что? То, что сейчас тревожное происходит в мире, нас беспокоит то, что при единой великой стране в Советском Союзе мы были едины и объединены все национальности в одном, как говорится, ну, что ли, кулаке или в одном большом государстве. И мы чувствовали независимость, крепость, мы чувствовали готовность всегда защитить свою страну и свой народ. Сейчас вот те события, которые происходят, особенно на Украине и в других, которые с большим уважением относятся к защитникам Отечества, участникам Великой Отечества, убирают памятники, срывают, уничтожают. И это в наших душах ветеранов оставило оставлять глубокий след и тревогу. Тем более я вот до сих пор помню, как говорится, когда я был малым ребенком, как в нашу деревню пришли фашисты. Я захожу себе в дом, нас выселили в сарай, а фашисты заняли дом. И сидят, как говорится, около комнаты два фашиста. Один играет на губной гармошке, другой сидит с автоматом чистить. Вот он, вот такой шкет стоит. И тот, который чистил автомат, поворачивается с штыком. И с криком «Ух!» Что вообще, неужели, вот я до сих пор думаю, неужели это вот заумный человек, который, видя вот это крохотное существо, вот таким путем поступил. И я бегом бежал, прибежал к деду полтора километра, спрятался на русской печи. Он меня вытащил оттуда, говорит, что случилось? Вот эта фраза, когда шепер живет в моей душе. Я говорю, меня немец хотел убить. Он, да что ты говоришь? И потом, когда пришли наши, фашистов выгнали всех. Значит, и вот пришли в нашей деревне, у бабушки с дедушкой, на полисаднике сидят солдаты, офицеры, все, значит. Бабушка нашла семечек под солнечко, в решето положила, говорит, неси солдатский. Вот я иду, вот такой же, ну, прошло месяца 3-4, я иду с этим решетом, кто по голове, кто по плечу, кто похвалит, что угощает. Подарки мне дали. Дали, как говорится, маску противогазную, потом очки для мотоциклистов какие-то. И другие там вообще приятные детские такие события. Но суть заключается в том, насколько мы уже были воспитаны, вот в этом даже возрасте, понимали, что это фашисты, которые пришли в нашу страну. И когда нам дали эту маску с противогазом, значит, у нас был один постарше, ему лет 13 или 14, мы так были. И он взял, как эту маску резинки отрезал, сделал рогатки и говорит, мы будем бить фашистов. Вот вам по рогатке. Вот я до сих пор вообще думаю, господи, неужели бы мы вообще вот такая мелодия начали. Но мы готовы были, потому что тревога на душе, она до сих пор у меня живет. И вот эта фраза, меня немец хотел убить, она до сих пор меня тревожит. А современной молодежи что хотелось бы сказать? А современной молодежи, мы, как говорится, вот наша ветеранская организация, она отсутствует за большим авторитетом. И уважение к молодежи, к руководству. Мы высоко ценим нашу власть, нашего родного президента. Но в то же время мы хотим, чтобы молодежь была предана своему народу и своему государству, всегда готова стать на защиту нашего, как говорится, нашей стороны, нашего народа. И чтобы она была настоящим преданным патриотом своей страны и с большим уважением относилась к тем, кто защитил страну, кто обеспечил победу и кто добился вот того замечательного уровня развития нашей страны, который она сейчас имеет. Мы смотрим, и вот когда мы проводим или экскурсии для ветеранов по городу, смотрят, все смотрят, удивляются и радуются, насколько красиво, насколько мне обыкновенно приятно, что вот мы едем, и у нас дружба, согласен все. И мы еще, как говорится, вместе с нашим президентом, все, мы за наше союзное государство. Мы за то, чтобы эта дружба была крепкой, осознанной. И молодежь понимала и поддерживала вот эту дружбу. Потому что чем мы будем едины, чем мы будем сплочены, чем мы будем всегда готовы защитить свой народ и свою страну, тем будет молодежь предана и хранить не только год народного единства, а многие века, вот тот подвиг нашего народа, который был совершен.